Млекопитающие Класс «Млекопитающие» или «Звери» Фильм первый Современные млекопитающие представлены двумя подклассами. Первые звери, однопроходные, и настоящие звери, сумчатые и плацентарные. Млекопитающие подкласс первого звери, подкласс звери, низшие сумчатые, высшие плацентарные. Чем млекопитающие отличаются от представителей других классов позвоночных? Отличительные черты Выкармливание детенышей молоком Живорождение Теплокровность Наличие волосяного покрова Высокий уровень организации центральной нервной системы, обеспечивающий сложное поведение и способность к обучению. Развитое наружное ухо Семь шейных позвонков Альвеолярные легкие с наибольшей относительно тела поверхностью газообмена Расположение конечностей под туловищем Кожный покров образован из двух слоев Наружного эпидермиса и внутреннего дермы Эпидермис дает начало многим производным кожи Под кожей расположен слой подкожной жировой клетчатки Особенно сильно он развит у водных зверей, китов и тюленей И у видов впадающих на зиму в спячку Суслики, сурки, барсуки Для них жир во время спячки служит основным энергетическим материалом и источником эндогенной воды Эндогенная вода вырабатывается внутри организма Для млекоплетающих характерен волосяной или шерстный покров Лишь немногие виды в процессе эволюции вторично, полностью или частично утратили его В связи с приспособлением к определенным условиям обитания Волосы представляют собой нитевидные роговые образования Производные эпидермиса Они возникли у предковых рептилий как чувствительные волоски между чешуйками Волосяной покров периодически меняется Смена волос или линька У некоторых происходит два раза в году Весной и осенью В ряде случаев при этом изменяется и окраска шерсти Делающая животное менее заметным в тот или иной сезон года Особую категорию волос представляют вибрисы Это очень длинные жесткие волосы Выполняющие осязательную функцию В основании волосяного мешка И в его стенках располагаются нервные окончания Вибрисы В данном случае они расположены на морде у собаки Кожные покровы играют огромную роль в терморегуляции млекопитающих Шерстяной покров, а у водных под кожный слой жира Предохраняет тело от излишней потери тепла Исключительно большую роль в теплорегуляции играет система кожных кровеносных сосудов При расширении сосудов кожи теплоотдача резко увеличивается При сужении, наоборот, сильно сокращается Система кожных кровеносных сосудов В большей степени она развита у водных животных И в частности у кита Тюлени Тоже имеют такую подкожную кровеносную систему И большой запас жира под кожей Который расщепляется с отдачей тепла и воды Кожные железы млекопитающих разнообразны по строению и функциям Потовые, сальные, пахучие, млечные Потовые железы выделяют пот, состоящий из воды, мочевины и солей Они являются органами выделения и терморегуляции Сальные железы выделяют жирный секрет для смазки волос Защищает их от высыкания и намокания Проток железы открывается в волосяную сумку Секрет пахучих желез, как и другие пахучие выделения Служит наиболее важным средством внутривидового общения Химической сигнализации Млечные железы представляют собой Видоизмененные простых трубчатых потовых желез Расположение желез и сосков различно Число последних стоит в прямой связи с плодовитостью вида Наличие млечных желез – важнейшее приобретение зверей Позволяет выкармливать детенышей молоком, содержащим белки, жиры, сахара, витамины, минеральные соли и иногда защитные свойства Позвоночник состоит из позвонков с плоской суставной поверхностью Между позвонками лежат хрящевые прослойки, служащие амортизаторами Четко выражена расчлененность позвонков на отделы Шейный отдел состоит из 7 позвонков Встречаются и исключения, например, у двупалого ленивца Гоффмана – 6, у трехпалого ленивца – 10 Грудной отдел состоит из 12-15 позвонков К передним грудным позвонкам причиняются ребра, соединенные с грудиной Остальные грудные позвонки несут ребра, не доходящие до грудины Грудина представляет собой сегментированную костную пластинку, заканчивающуюся удлиненным хрящом, мечевидным отростком Поясничный отдел содержит от 2 до 9 позвонков Они несут рудиментные ребра Крестцовый отдел состоит чаще из 4 сросшихся позвонков Хвостовой отдел содержит от 3 до 30 позвонков Функция хвоста – защита от кровососов, руль при плавании и беге, равновесие у кошек, общение у собак Череп млекопитающий характеризуется относительно крупной мозговой коробкой, что связано с большими размерами головного мозга Глазницы, по сравнению с птицами, невелики Пояс передних конечностей состоит из парных лопаток и ключиц Если конечности совершают движение в одной плоскости, то ключицы отсутствуют Например, копытные Тазовый пояс состоит из парных подвздошных седалищных и лобковых костей Скелет парных конечностей сохраняет черты строения пятипалой конечности, характерной для всех наземных позвоночных Передняя конечность состоит из плеча и предплечья и кисти Задняя конечность состоит из бедра, голени и стопы Особенности строения головного мозга млекопитающих Крупные размеры, разрастание коры больших полушарий У большинства видов она не гладкая, а образует многочисленные борозды, увеличивающие ее поверхность Большой мозжечок, дифференцированный на несколько отделов, что связано с очень сложным характером двигательной активности зверей Головной мозг собаки В пищеварительной системе млекопитающих выделяют следующие отделы Преддверие рта, ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка Заканчивается пищеварительная система анальным отверстием Механическое измельчение пищи происходит в ротовой полости при помощи зубов Зубы млекопитающих дифференцированы на резцы, клыки, предкоренные и коренные Химическое расщепление пищи осуществляется под действием пищеварительных соков, выделяемых железами пищеварительной системы Слюнными, собственно железами желудка, печенью и поджелудочной железой И собственными железами кишечника Длина кишечника зависит от способа питания Например, у овцы, использующей растительную пищу, кишечник в 28 раз длиннее тела У собаки, питающейся животной пищей, всего в 5 раз Пищеварительная система собаки Слепая кишка, заканчивающаяся у некоторых зверей червеобразным отростком Находится на границе тонкого и толстого кишечника Слепая кишка выполняет роль бродильного чана, в котором сбраживается растительная клетчатка Она развита тем сильнее, чем больше растительной клетчатки поглощает животное Хорошо развита слепая кишка, например, у грызунов и зайцеобразных Слепая кишка у зайца Альвеола От латинского alveolus Ячейка, лунка, пузырек Пузыревидное образование в легких млекопитающих на концах тончайших разветвлений бронхов, высланные эпителием К альвеолам прилегают капилляры, что обеспечивает газообмен между альвеолярным воздухом и кровью Строение альвеолы На альвеолах происходит газообмен Субтитры создавал DimaTorzok